Какие эмоции испытывает артист балета, который в юбилейный день 50-летия творческой карьеры вновь выходит на родную сцену и вновь, как и много лет назад, заставляет зрителей завороженно смотреть на изящество и грациозность движений? Об этом нужно спросить Бориса Акимова. Знаете, в какой-то степени даже я скажу, что ученики меня уговорили. Они, занимаясь со мной в классе, они видели, что я еще могу что-то, так сказать, делать на сцене. Так получилось, что я активно еще действую в классе. Я такой, знаете, как говорят в спорте, играющий тренер. Я играющий тренер. Именно так чувствует себя сегодня Борис Борисович. А этот класс на исторической сцене – фрагмент грандиозного гала-концерта, которым Большой театр отметил 50-летие творческой деятельности выдающегося артиста и педагога Бориса Акимова. В этом году у Бориса Борисовича две юбилейные даты. Совсем скоро он отметит свое 70-летие. И уже ровно полвека, каждый день он приходит в свой родной Большой театр. 50 лет, конечно, это весомая дата, конечно, безусловно. Безусловно. Но, вы знаете, я не чувствую этих лет. Я вам честно скажу, что я не чувствую. А вот когда действительно такое событие приближается, и вот оно есть, да, вот здесь немножко идет осмысление, да, да, действительно. 50 театральных сезонов, если вдуматься, это, конечно, невероятная цифра. 50 лет, как один день. Но память удерживает даже мельчайшие подробности. Ведь, вы знаете, в театре что важно? Ведь, конечно, запоминаешь начало. Начало именно твоего творческого пути, как солиста. Наверное, вот так. Потому что я в 65-м году, когда закончил, я пришел в театр, и, конечно же, я танцевал в каждой балете. И подошла Майя Михайловна ко мне в классе и сказала, ты знаешь, Боря, мне нужен в спектакле «Конек-Горбунок» такой высокий Иван. А я действительно был высокий, в то время курчавый блондин. Ну, и для меня это было, конечно, предложение, ну, вы представляете, трудно, трудно даже словами выразить, да, мои те ощущения. И вот я станцевал с Майей Михайловым «Конек-Горбунок». Конечно, это памятно. И все это сегодня уже не только страницы судьбы Бориса Акимова. Это фрагменты золотого века балета Большого театра. Они и в памяти зрителей, и в мелькании кадров хроники. А на исторической сцене – новое поколение артистов балета. И всех их объединяет любовь и признательность юбиляру. Вячеслав Лопатин – ученик Бориса Акимова. Я хочу поблагодарить Бориса Борисовича за его работу со мной, за его укрепление, за его педагогический подход. И хочу, конечно, сказать, что 50 лет творческой деятельности, я не могу этого представить. Мне 31 год, и такая дата. И просто в восторге от этого. И я хочу пожелать Борису Борисовичу хороших учеников, творческого долголетия. Я хочу пожелать ему, чтобы его вот эта вот творческая душевная искра никогда не угасала. И чтобы он свой свет, свою доброту и свое тепло нес всем вокруг и своим ученикам. И к этому пожеланию Вячеслава готовы присоединиться абсолютно все. Ведь у Бориса Борисовича редкий и удивительный дар – быть педагогом. Но это было, вы знаете, вот сейчас я понимаю, как это важно было для меня. Потому что вот и получилось так. В какой-то момент вот так я ездил на гастроли и танцевал, и давал уроки. И вдруг меня вызывает, и он говорит, Боря, ты знаешь что, вот есть педагогическая ставка, даже полставки. И он мне сказал, он говорит, давай, начинай. Будешь и танцевать, и уроки давать. Ну, для меня это, конечно, было великое счастье. А сегодня ученики Бориса Акимова выступают во всех ведущих театрах мира. Йоханн Коборг начал заниматься с Борисом Акимовым, когда ему было 15. Теперь он худрук румынского балета. Вы видите, как я вспотел. Поскольку я не танцевал уже 6 месяцев, я директор. Но когда речь идет о таких людях, как Борис, то, конечно, мне обязательно нужно было оказаться здесь и танцевать ради него. Идея собрать учеников из разных театров и пригласить их в большой тоже принадлежит Борису Акимову. Ведь международная педагогическая карьера – одна из важнейших страниц его творческой судьбы. Я уже, так сказать, преподавал во всех ведущих театрах мира. И, конечно, это и Гранд Упера, это и Ля Скала, после, конечно, Ковенгардена. А в Ковенгардене, кстати, в этом году, в 2016, 25 лет моей работы в Ковенгардене. Вот 50 лет в Большом и 25 в Ковенгардене. Именно в Лондоне впервые побывала на классах Бориса Акимова Яна Соленко, солистка балета королевской оперы Ковенгарден и берлинского балета. Она тоже специально прилетела в Москву. Борис Акимов для меня очень юморной человек и позитивный. И от него просто можно взять доброту и настроение. Вот как он классы дает, для меня это просто как настроение на целый день. И снова Бориса Акимова ждет Париж. Новый руководитель балетной труппы парижской оперы Орели Дюпон уже пригласила его давать классы во дворце Гарнье. Его классы по-настоящему классические. Что важно в его классах, это энергия и благородство. Когда видишь такого учителя, как Борис, всегда энергичного, улыбающегося, его эмоции передаются и всем нам. Но и Большой театр не может обойтись без своего любимого артиста и педагога. Когда ты приходишь в не очень хорошее настроение, Борис Борисович только что-то скажет, только улыбнется, и сразу, вы знаете, как вот, рукой снимает плохое настроение, ты уже работаешь. И, конечно же, я желаю Борису Борисовичу здоровья, и чтобы он как можно дольше на работу ходил в том настроении, в котором он ходит последние 50 лет в своей творческой деятельности. И лучше, чем сказал Денис Родькин, и вправду не скажешь. Полвека в Большом – это не только полвека личной судьбы. Это еще и полвека судьбы Большого театра, от которой неотделима судьба Бориса Акимова. С юбилеем вас, Борис Борисович!